Докоскопия ТВ Я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что экономика США все еще продолжает расти довольно стабильными темпами. Данные об уровне ВВП за третий квартал даже немного превысили ожидания. В особенности это касается данных об уровне потребления, которые продолжают стабильно увеличиваться. Конечно, это не означает, что такие объемы потребления или корпоративных инвестиций останутся навсегда или хотя бы до следующего года. Но в любом случае это говорит нам о том, что экономика США очень устойчива ко многим рискам и к той неуверенности, которая сейчас присутствует в странах еврозоны и Азии. Американский доллар показал себя как очень сильная валюта. Что касается данных об уверенности потребителей, то на этой неделе они нас удивили, так как они не соответствовали ожиданиям. Но на мой взгляд это лишь временное снижение индекса. Я думаю, что в течение нескольких следующих месяцев снижение цен на нефть и бензин поможет усилить уверенность потребителей США. В среду были опубликованы последние данные об уровне ВВП в Великобритании. Соответствует ли рост уровня ВВП на 3% целевым уровням и что это означает для экономики страны? Экономика Великобритании также продолжает довольно стабильно расти и развиваться. Темпы годового роста уровня ВВП в Великобритании отстают лишь на 1% от США. Этого в принципе достаточно для того, чтобы представители Центрального банка и правительства могли составлять прогнозы по поводу улучшения экономических и финансовых условий. Но стоит также отметить, что экономика Великобритании больше чем США зависит от того, что происходит в странах еврозоны. И в течение нескольких следующих месяцев вполне могут появиться риски, которые будут способствовать снижению темпов роста уровня ВВП в Великобритании. Сегодня были опубликованы последние данные об уровне безработицы и инфляции в еврозоне. Расскажите об этих данных подробнее. Данные об уровне безработицы были разочаровывающими, например, в Италии. Но я полагаю, что причина этого кроется во временных факторах. В любом случае, средний уровень безработицы в еврозоне все еще превышает отметку в 12%, и это довольно тревожный показатель. Это означает, что не только в Италии, но и в большинстве южных стран Европы мы не наблюдаем достаточно экономической активности. Что касается данных об уровне инфляции, который является главным двигателем монетарной политики на данный момент, то они в принципе совпали с ожиданиями. И они были даже немножко лучше, чем данные об уровне инфляции в Германии или Испании. В любом случае, показатель инфляции на уровне 0,3% – это слишком мало для еврозоны. И, конечно, это не соответствует целевому уровню ЕЦБ. Это означает, что Центробанк и дальше будет находиться под давлением, и оно будет усиливаться в преддверии очередного заседания. Пока что непонятно, что будет делать или говорить Центробанк. Но, по крайней мере, им стоит дать хотя бы какие-то указания участникам рынка по поводу будущей монетарной политики. Будет ли внедрение программы КС или более обширная программа закупок активов. Фредерик, спасибо за ваши комментарии. На этом наше время подошло к концу. Приятных вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok